Товарищи Нивоводы, гости и зрители моего канала, рад всех приветствовать. Итак, владельцев современной Нивы Легенд, попрошу посмотреть данное видео внимательно, от начала до конца, без перемотки, и распространите данное видео среди молодых Нивоводов. Это сбережет ваши нервы, сбережет ваши деньги и сбережет ваше время в ремонте. Одно из больных мест современных Нив, это перешли они на современный контур сцепления, то есть, ну как это понять на современный, как объяснить, то есть сверху стоит главный цилиндр сцепления, стоит пластиковый нового образца, я не буду по названиям называть ноу-нейм, то есть они какие-то китайские, в общем, пластиковый, идет пластиковая трубка, быстросъем, здесь немножко система снятия трубки другая, здесь надо скобку поднять вверх, и снять трубку, а на нижнем цилиндре наоборот, нужно скобку надавить до упора и поднять вверх трубку, чтобы ее отщелкнуть. Ну так вот, главная проблема не в снятии цилиндров, когда они вышли из строя, то есть у вас начала щелкать педаль сцепления, если вы в какой-то момент услышали, что у вас начала щелкать педаль сцепления, это говорит о том, что пружинка внутри главного цилиндра сцепления у вас уже сломалась. Количество щелчков, это количество сломов пружины, то есть если 3-4 раза щелкнуло, соответственно пружина у вас сломалась на 3-4 части. Потом сцепление перестает корректно работать, машина начинает у вас дергаться, как будто у вас какие-то проблемы со сцеплением, люди начинают думать на промвал, на сцепление, либо еще на все что угодно, но никому в голову даже не может прийти, что вся причина всего лишь в цилиндрах. И как правило, моя вам такая рекомендация, если один из цилиндров вышел из строя, как бы это ни прозвучало, меняйте сразу два цилиндра. Не меняйте по одному. Проходит небольшое время, вот у моего брата так получилось, что поменяли сначала один, прошло некоторое время, полетел и второй. Меняйте сразу два. Да, они очень дорогие. На сегодняшний день ценник примерно около 3 тысяч рублей за каждый цилиндр. То есть если два цилиндра менять, это получается 6 тысяч рублей. Но если, например, у вас вот полетел, как у моего брата, вот в случае у моего брата, полетел, вот он, нижний рабочий цилиндр сцепления. Смотрите, за пробег больше 100 тысяч у меня, у брата тоже пробег на ними. Смотрите, резинка полностью вся рассыпалась, растрескалась и развалилась. Ну, соответственно, туда начала лететь грязь, пыль и тому подобное и так далее. Сгнила даже вот это вот, то есть вот здесь вот спускник такой есть для того, чтобы для прокачки сцепления штуцер, да, пластиковый. Даже заглушка, она тоже такая, знаете, отгнившая. Видно, что она в руках прямо вот вся разваливается. А вот эта скобка, скобка, которая фиксирует трубку, зажимает, она в двух положениях получается. Я ее выломал плоскозубцами, потому что за 100 тысяч километров пробега туда набилась сверху всякая грязь, и она так прикипела, что ее проще было выломать, чтобы достать и извлечь трубку. Трубку тихонько так расшевелил я под низом плоскозубцами, и мы трубку достали. В итоге, ну, нам тут беречь нечего было, цилиндр на выброс этот идет старый, все, он свое отходил, начал пропускать, в общем, начались с ним проблемы, некорректно стало работать сцепление, машина стала дергаться при трогании, подрыгивание такое, дергание. Вот это все говорит о том, что какой-то из цилиндров у вас начал компосировать мозги. Именно когда дергается машина при трогании, всегда проблема практически именно в нижнем цилиндре. То есть, если машина дергается, смотрите, нижний цилиндр, значит, он начал некорректно работать, пропускать, не держит нормально и тому подобное и так далее. Все, это в первую очередь. Если уж будете менять один, мой вам совет, убедитесь, что верхний цилиндр у вас точно исправный, и пружинка не сломана. То есть, если на протяжении всего срока эксплуатации вы ездили, не было щелчков, в принципе, можно еще тогда поездить на старом цилиндре. Но если вы когда-то замечали щелчки, это гарантия, что пружинка у вас внутри будет сломана. Разбирается он очень легко. А там на педали внутри салона расшплинтовывается, тяга скидывается. Здесь ключом на 13 две гайки отворачиваются. Ну, соответственно, вы скидываете все вот эти патрубки, которые идут под питки. Вот этот пластиковый патрубок, который уходит на нижний, это все снимается, разумеется. Берете его в руки, отводите там в сторону гофру и увидите, там такая идет пластиковая скрепка. Пластиковую скрепку поднимаете вверх и весь механизм, шток с поршнем и пружиной у вас весь выходит. То есть там даже нет смысла показать, вы интуитивно все сами увидите. В какую сторону там скрепку эту поднимать, чтобы весь механизм достать. И проверьте пружину, целая она у вас или нет. Потому что сцепление вам все равно прокачивать в любом случае. Ну так вот, главный вопрос. Как правильно и быстро прокачать сцепление вот этого нового образца? Для того, чтобы прокачать первое. Держите уровень тормозной жидкости в бачке под питки на максимальном уровне. Не допускайте, чтобы он у вас доходил до середины. Он всегда подливайте, постоянно контролируйте, чтобы он у вас был на максимуме. Потом берете вот такой вот медицинский шприц. Парни, тут включите смекалку. Вот такой вот шприц, 50 мл здоровый. Смотрите, как я сделал. Я взял кусок капельницы, одел на шприц. И дальше идет, получается, силиконовая трубка большего диаметра. Что я сделал? На эту трубку тонкую я подмотал немного изоленты. Туго вставил в трубку большего диаметра. И сверху перемотал изоленты. То есть эта конструкция работает, она держит. Для чего нужен такой переход? От шприца. То есть сначала тонкая трубка идет, чтобы сюда по диаметру плотно садилась на носик шприца. А дальше идет переход. Потому что вот такую тонкую силиконовую трубку на спускной штуцер рабочего цилиндра сцепления вы сюда не оденете. И вот она у меня осталась. Эта трубка осталась. Получается, вот она. Извините, нет под руками этого прибора, чтобы вам померить. Смотрите. То есть это строительный уровень, гидравлический строительный уровень. Вот от него. Сами уж там включите смекалку, подберете по диаметру, это все увидите. А теперь смотрите, в чем соль. То есть берете на шприц всю эту систему, одеваете все эти трубки. Вот маленькая трубка, толстая трубка. Все одели. Дальше шприц у вас, разумеется, поршень должен быть опущен вниз. Трубку опускаете в емкость с новой тормозной жидкостью и набираете шприцом на себя, чтобы воздух у вас был в шприце. Не так, как чтобы сверху заливать. А как положено, через трубку набираете на себя. Чтобы потом, когда вы будете закачивать тормозную жидкость через вот этот вот штуцер прокачки, чтобы вы не загнали в контур сцепления воздух. Понятно, думаю, система. То есть одели все вот эти трубки силиконовые, все. И начали закачивать тормозную жидкость с емкости на себя. Все, набрали емкость, передавили трубку на конце. И вот здесь машина убрала без кондиционера, удобно будет показывать. Вон, видите, вот крупным планом. То есть трубка одета на штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепления. Все одета. Дальше, ваши действия. Что вы делаете? Залезу под машину. Смотрите, тут все облито, потому что мы с братом разбирали старый. Я тут тазик подставил, все облили. Смотрите, видите, трубка одета на штуцер прокачки на рабочем цилиндре. Смотрите, что вы делаете. Вы на эту скобку, очень неудобно без ямы, конечно, блин, это ужас. Вот на эту скобку, на эту скобку нажимаете, просто нажимаете. Она до упора, она вот тут у вас внутри на флажок, на отлив упрется. На эту скобку нажимаете. И сверху на один щелчок приподнимаете трубку вверх. Приподняли трубку на один щелчок вверх. Все, скрепку бросили. И получается, у вас трубка, если за нее подергать тихонько, она у вас не вылетает. Вы приподняли трубку на один щелчок. Один щелчок, это щелчок прокачки. Контура сцепления. Дальше. Вы можете вылезти сами даже из-под машины. То есть, можно так сцепление прокачать одному. Никакой проблемы в этом нет. То есть, вы вылазите наверх и начинаете, вот как только, вот представьте, что я надавил, надавил скрепку, надавил скрепку. Трубку поднял на один щелчок вверх, все, отпустил скрепку. Трубку пощелкали, что она у вас там не вылетела случайно на второе положение. Все, трубка в таком состоянии. Дальше вы идете, вы идете. Берете шприц, то есть, ничего даже не качая, ни педаль, ничего качать не надо. Берете просто и вот так вот начинаете просто брать и задавливать тормозную жидкость. Вот так нажимать на шприц. Давите, давите, давите. И вы увидите, как у вас вот здесь вот в бачке начнут появляться пузырьки. Пузырьки, пузырьки, пузырьки. Потом пузырьки как только перестали, вы увидели, что пузырьки воздуха перестали идти. Начала идти тормозная жидкость. И уровень тормозной жидкости стал прибавляться в бачке. Все, после этого, после этого, тут уже у вас давление создано, вы перестаете нажимать на шприц, все, бросаете его, спускаетесь вниз, либо прямо же отсюда сверху защелкиваете трубку вниз, все, положение закрыто, все, защелкнули, все, садитесь в машину и все, сцепление у вас появится, сразу же будет сцепление. И для контрольного, такую операцию советую вам сделать второй раз, то есть после того, как вы загнали первый раз, сели, у вас сразу же появится сцепление, вот оно сразу же, видите, вот, все, сцепление идеальное, все, он качает. Берете, садитесь в машину и 20-30 раз прокачиваете педаль, вот так делаете, 20-30 раз, педаль до упора, то есть доводите до конца вверх, вниз, прокачали, все это дело, все, раз 20 педаль прокачали, все, после этого, даже помощника не надо, вы, если, ну, конечно, если рукастый, лучше, конечно, с помощником, но одному это тоже реально сделать. Все, сюда спустились, снова, 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 надавили на скрепку, надавили на скрепку и подняли трубку второй рукой на один щелчок, все, разумеется, скрепку бросили, чтобы у вас трубка не вылетела, все, проверили, что она зафиксирована в положении прокачки трубка на первом щелчке, что нормально зафиксирована, все, уходите из-под машины, уходите из-под машины, и снова, и снова. Остатки тормозной жидкости, ну, не обязательно все. Вот у меня, видите, сколько осталось. И еще поддавливайте тормозной жидкости. Все, поддавили тормозную жидкость. Все. И резко отсюда сверху удобно будет. Щелк, защелкнули трубку в положение закрыто. Все. Прокачка сцепления на этом окончена. Вот и вся прокачка. Не нужен никакой помощник, никто. Я публиковал одно из видео моих, что другой метод показывал. Он очень тяжелый, когда там давить и скидывать, давить и скидывать. То есть качать, скидывать, качать, скидывать. Это очень плохой метод на самом деле. Об этом методе я узнал от человека на просторах интернета. Так получилось, что у друга моего отца также навернулся контур сцепления. Он попросил меня помощи. Я приехал. Мы также прокачали, сделали. Даже моим тем первым методом, о котором я говорил на моем тубе, тоже можно прокачать. Но это намного сложнее, намного дольше и больше возней. И вот на просторах интернета я ни от кого не увидел вот такой вот подробной видео инструкции, как все это дело прокачивается. Вот таким вот образом сцепление можно полностью прокачать одному, даже сломавшись где-то в дороге. Но вопросов ноль, что нужно иметь шприц, нужно иметь виниловые вот эти трубки с переходничком делать, тут колхозить самому придумывать. Вопросов ноль. Ну вот мы брату сделали, все. Вообще, он просто ходил тут рядом, так, что-то где-то дай подай, братан. Я ему отремонтировал Ниву, все, получается, сцепление, все, в идеале. Все, сразу, с самого начала берет. Все, сцепление прокачано. Мы дольше цилиндр старый снимали и дольше ставили новый цилиндр. Вообще ничего сложного нет, парни. И не будет у вас никаких проблем. Дальше. Практически рекомендации вам и советы. По поводу того, какие цилиндры сцепления использовать. На сегодняшний день, вот я занимаюсь автозапчастями, у меня магазин свой автозапчастей, парни. Не поскупитесь, не поскупитесь, послушайтесь моего совета. Честно вам скажу, чтобы вы не мучились. С чем мы столкнулись вот у друга моего отца, да, когда прокачивали. С чем мы столкнулись. Я не буду заниматься сейчас антирекламой. Есть другие фирмы этих цилиндров тормозных. Ну так вот, они некачественные. И трубка при прокачке очень плохо отщелкивается. И бывает порой заедает, что осложняет прокачку контр-сцепления. Мой вам совет. В данном видео нет ни рекламы, ни антирекламы. Я просто вам посоветовал. Вы можете купить все, что угодно другое. Вот это самые хорошие фильтры. Триали CF914. Лучше вот этих фильтров по качеству ничего нет. На сегодняшний день. Они очень дорогие. Стоимость вот такого фильтра на сегодня, именно в магазинах автозапчастей, в розничной опродаже, где-то порядка 3500 рублей. Цилиндр дорогой, но ресурс у него бешеный. Я вот на своем уже очень много проехал. На своей машине получается, так, на 70 я менял. Сейчас пробег у меня почти 130. То есть, ну, грубо говоря, 60 тысяч я проехал. Не было никаких ни щелчков, ни нареканий. То есть, вот эти... Они еще пока что, вот эта компания, делают цилиндры качественные. Чем вы купите дешевле, да, я понимаю, другие цилиндры будут дешевле. Там порядка 700-600 рублей. Но я честно говорю, они у вас долго не проходят. Вот результат. Мы брату меняли. Этого цилиндра хватило весьма ненадолго. Этот цилиндр уже был меняный. То есть, это уже не заводской. Не буду специально называть название. Не надо, потому что это заниматься антирекламой. И даже вот, когда покупаете цилиндр рабочий, достаньте с коробки его, и вот так возьмите, и нажмите на скобку. И в дешевых цилиндрах вот эта скобка... Видите, вот тут есть такой выступ пластиковый. Вот видите на корпусе? Куда упирается скобка? На дешевых цилиндрах вот эта скобка даже нормально внутри. Это я уже, конечно, всю изогнул. Она изогнутая, вообще ничего не фиксирует. Ее даже не видно. А на это отверстие даже толком не освобождает. И подъем трубки становится очень сложным. Это характерно для дешевых цилиндров сцепления. Вот так вот, парни. Сейчас поставили триалли. Я надеюсь, будет ходить. В общем, ничего сложного. Демонтируете старое. Заливаете сюда тормозной жидкости. Берете вот такой вот шприц с трубками с винилами. Набираете в него тормозную жидкость доверху. Одеваете на штуцер прокачки на нижний рабочий цилиндр сцепления. Приподнимаете трубку на один щелчок положения прокачки. Все. И задавливаете шприцом тормозную жидкость. Все, задавили. Резко после этого сразу защелкнули. Ну, смотрите, тут контролируйте. Тут будет воздух идти. Буль-буль-буль-буль. Все, перестал воздух идти. Начала подниматься просто чистая жидкость. Все, остановили задавливать жидкость. Сразу защелкнули вниз. Положение закрыто. Сели, покачали 20 раз. Повторили операцию еще раз. Но это я в конце видео еще раз повторил. Мало ли кто-то что-то не понял. Вот такая вот конструкция. Вот такой вот парни шприц здоровый. Это очень удобно. Человек поделился в комментариях на просторах интернета. Тоже не буду там говорить на какой платформе. Ни к чему это. В общем, реально очень дельный совет. А этот комментарий мне именно скинул в WhatsApp друг у моего отца. На пятидверной Ниве, когда я ему помогал менять контур сцепления, прокачивать. Он мне скинул. Ярослав говорит, вот мы зря мучились. Вот, говорит, попробуй. Говорит, может быть, этот совет рабочий. Действительно, взял, попробовал. Совет просто изумительный. И прокачка сцепления просто шутки какие-то. В одинокого можно это сцепление менять и прокачивать. Сейчас вот этот вот шприц обязательно я уберу с трубками. Все. В общем, дерзайте. Вот вам реальная практика. Нивах. Меня вызывали. И в автосервисе, даже что самое интересное, сервисмены, работая по 20 лет в автосервисах, не все, не все знают о таком методе прокачки контура сцепления. Меня один человек, мой подписчик здесь, в поселке, где я живу, позвонил мне, говорит, Ярослав, не можем прокачать в автосервисе сцепление, ничего не получается. Также купил у меня цилиндр сцепления. Походу, говорит, Ярослав, наверное, ты мне продал браковочный цилиндр сцепления. А я ему как раз продал триали. Я говорю, какого быть не может, это качественные цилиндры. Давай я приеду. В итоге я приехал, и даже моим тем первым, самым трудным методом, мы и то сцепление прокачали, и сцепление у человека появилось. Все, человек благодарный, все нормально, у него все там нормально работает. Но вот этот способ со шприцом, он намного лучше того способа, который я вам давал до этого. Поэтому, товарищи, комментаторы, кто меня пишет, говорит, Ярослав, что-то ты сначала одно говоришь, там, про резину одно, второе, третье, меняешь свое мнение. Парни, мой канал для этого и есть. Чтобы на этом, на моем канале вы будете получать именно ту информацию, мы должны развиваться. Мы не должны стоять на одном месте. Нельзя быть в жизни категоричным человеком. И если я какие-то совершаю ошибки, вот так же с ГБО, да, был спорный вопрос по ГБО ко мне. Ярослав, вот ты раньше был против ГБО, а теперь наоборот за ГБО тебя не поймешь. Нашлись нормальные люди, которые мне грамотно все объяснили и сказали, что, Ярослав, ты не прав по поводу ГБО в тех или иных утверждениях. По ГБО, кстати, был вопрос от автора канала Юра, Наша жизнь в России. Юра, привет тебе, дорогой мой. Юра мне говорил, Ярослав, вот озвучь вопрос. Температура горения газа и температура горения бензина. Итак, покопавшись на просторах интернета, официально вам заявляю, температура горения пропан-бутановой смеси в камере сгорания составляет 800 градусов по Цельсию. Температура горения бензина АИ-95 в камере сгорания составляет 1100 градусов по Цельсию. Вот вам и слушают после этого людей, которые пишут в комментариях, а вы знаете о том, что температура горения газа выше, чем температура горения бензина. Все с точностью, да наоборот. Как всегда, в народе что-то говорят, услышал звон, не знает откуда он. Один услышал, второй подхватил, третий не понял, перерассказал. И вот так рождаются слухи. Вот таким вот образом рождается лживая информация. У людей формируется лживое понимание, неправильное понимание тех или иных процессов. По ГБО я еще сниму отдельное видео по маслу. Наконец запишу очень хороший грамотный ролик. Прямо хороший ролик на полчаса вам запишу по подбору моторного масла под Ниву. И придерживаясь этих моих рекомендациях, основываясь на моем многолетнем огромном опыте пробега езды именно на Нивах, эксплуатации этих классических моторов, четырехцилиндровых, восьмиклапанных, вы будете для себя иметь здравое понимание, что, как, когда и зачем. И будете, я уверен, что будете эксплуатировать свой автомобиль Нива долго и счастливо, никаких клопот вам приносить не будет. Вот так вот, парни. На этой ноте данное видео буду завершать. Кстати, по автомобилю Нива на сегодня, вот эта Нива брата моего, вот, как и видите, Камуфлейм ему отдал обратно, вернул. Он мне вернул обратно мои Кордианту Фроуд вторые. Потому что было жаркое лето, засуха была, Святослав сказал, нет смысла никакого маслать, говорит, твою эту резину, говорит, отдай мою обратно Камуфлейм. Я ему вернул Камуфлейм. Вот очень удобно, когда у нас с братом две Нивы, ну, у брата еще вот Веста есть его, очень удобно вот так меняться порой, очень удобно. И вот, как видите, машина 2018 года, все, что было сделано антигравием, ни одной ржавчины в этих местах. Ржавчина именно на тех местах, где вот на ровном месте, можно сказать. Про подкрылки тоже видео показывал. То есть машина 2018 года, пробег 111 тысяч, ни одного рыжика, ни на одной арке нет, где завернут саморез. Почему? Потому что все грамотно сделано и зашпаклевано пушечным салом. Вся машина эта сгниет, вот эти все арки будут целые. Поэтому это всем тем, кто мне писал в комментариях, что сколько же надо ума, чтобы взять и на саморезы привернуть подкрылки. Все подкрылки с конструкцией крепления не на саморезы, на что-то другое. Они на первом бездорожье отлетают и вылетают. И надежно они не держатся. Поэтому куплю даже другую Ниву какую-то. Подкрылки я всегда буду крепить только на саморезы. Мне все вот эти сопли на машине не нужны. Приклеить там, вклеить. Нету на сегодняшний день надежной конструкции без саморезов крепления подкрылка на Ниву, на классическую. Нет, нету на классическую Ниву. Ну все, парни. Я думаю, что видео было очень информативным. Все все прекрасно поняли. И, кстати, еще хочу обратить внимание. Давайте в конце такая поправочка. Что можете вы столкнуться, с чем покупают дешевые цилиндры сцепления. Смотрите, с чем можете столкнуться. Вот, глядите. Вот это у нас получается триалевский. Смотрите, вот в положении сцепления выключено, да? Ну, так говорю, образно. Смотрите, как расположена гармошка. То есть, более-менее, конечно, да, она хаотична, не совсем в идеал сложена. Но все же, гармошка имеет более-менее пыльника, более-менее правильную форму. И вот этот пыльник более качественный. Замечал, вскрывая дорогие цилиндры сцепления, внутри все промазано специальной смазкой, чтобы этот шток работал и не скрипел. А скрипит здесь только вот эта вилка нажимная при нажимании. Ну, это ничего страшного. В общем, как-то так. А покупая дешевый цилиндр, вот эта резинка будет у вас дешманская, и она будет вообще вот так вся скомкана, вообще вот так полностью, как не пойми, что у вас будет. Это характерные признаки дешевых цилиндров сцепления. Еще раз, парни, говорю, в этом видео нет никакой ни рекламы, ни антирекламы. Все заключения и выводы по приобретению той или иной продукции делайте сами. Принимайте решение сами. Вот, кстати, раз под низом оказались, вот видите. У брата также машина Евро-5, свой катализатор, ничто еще не менено. Свой родной кардан редуктора переднего моста, здесь немножко другие пыльники у него. Свой родной у него кардан редуктора заднего моста. Вот вам и Нива, примеры. Почему я и говорю, что на моем канале вы видите всю правду. Вот, эта машина эксплуатируется исключительно по лесу. Охота и рыбалка. Пожалуйста, 111 тысяч пробега. Родные карданы, родные мосты. Также у брата не потекло ни одного сальника за этот пробег. Все почему? Потому что постоянно следит за сапунами, все везде контролирует. И машина вовремя обслуживается. А вот недавно поменяли только амортизаторы. Амортизаторы поставили газовые ему назад. Амортизаторы стоят новые. Задние и передние полностью поменяли, поставили новые амортизаторы. И вот он также поставил передние пружины новые. Сейчас покажу вам. Передние пружины, также задние и передние, как у меня поставил Фобос. Фобосовские пружины. То есть, они такие очень комфортные. Вот они. Фобос пружины новые. Обслужили машину. Шаровые опоры поставили новые. Все, у него стоит новая машина полностью обслужена. Вот так вот, парни За машиной просто нужно смотреть Только и всего Все, на этой ноте будем прощаться Будем прощаться Всем жму руку, спасибо вам за просмотр Пишите свои комментарии Всем пока